Кандидат на пост мэра Бельца социалистов был в четверг официально представлен в рамках церемонии, которую партийцы провели в центре города. Партнеры ПСРМ, поправящие в стране группировки, демократы, своего кандидата так и не выдвинули. Ранее Рената Усатый предупреждал, что именно социалиста ДПМ фактически поддержит Бельцах на этих выборах. Церемония выдвижения их кандидата была намечена на час дня, но сторонники партии Додона начали заблаговременно подтягиваться к месту события, организованными колоннами. Благо на уроках физкультуры школьники научились ходить строем. У них есть, они сами отпросились, были написаны заявления, чтобы их отпустили с учебного процесса. Никого абсолютно из ребят не заставляли сюда приходить, все ребята пришли по собственному желанию, кто захотели принять в этом участие. Кандидатам в примары социалисты выдвинули Александра Усатого, который с 2007 по 2015 год был заместителем руководителя города. Приехавшие поддержать его депутаты по СРМ считают это плюсом и называют Александра Усатого опытным хозяйственником. Рената Усатый, который после 2015 года разгребал в городе все, что тут натворила команда этого Александра, придерживается иного мнения, а однофамильца из партии социалистов называет спойлером. Мы вычищаем последствия тех лет, когда ваш Саша Усатый был вице-примаром, но мы вам желаем успехов. И бельчане решат, кому руководить городом. Это победа в Бельцах. Это значит не сдать нашу республику, потому что впереди парламентские выборы. И это означает, что мы должны победить. Мы не должны допустить к власти унионистов. Мы не должны допустить тех, которые разрушали нашу страну на протяжении 9 лет. Мы должны отстоять как бельцы, так и нашу страну. Поддержим Александра Федоровича. Партия вся встанет рядом и всех будем поддерживать. Зинаида Петровна, если там вы смотрите или вам покажут. Зинаида Петровна, я всегда относился с уважением к пожилым людям. Даже тогда, когда им нужно молчать вместо того, чтобы говорить. И говорить в Бельцах сегодня о том, что вам нужно перед выборами парламентскими победить в Бельцах, чтобы победить евроунионистов в стране. Зинаида Петровна. Хватит он чайку, ромашку, гуляк, дешиповник. Ну давайте как-то заканчивать. Ну то есть вы в Бельцах будете с унионизмом бороться? Я между встречами посмотрел кое-какие отрывки из того, что там было сказано. Что там у вас мало того, что Сашу спойлеров вы усатого готовили давно, еще там с 2015 года, если не ошибаюсь. В конце концов, выдвигайте кого угодно. Только не думайте, что в Бельцах дураки. Бельцам не нужны фотосессии. Бельцам ваши байки про евроунионистов, которые вы вместе с вашей партией придумали. Вернее, вам придумали в офисе Плохотнюка, вы это реализовываете. Ну, это, скажем так, ваши проблемы. Просто я хочу, чтобы вы знали, что все спекуляции в Бельцах. Особенно кто? Вы социалисты будете говорить про светлое будущее. Покажите, что вы сделали в Окнице и Бричанах. В тех двух городах, где у вас есть примары, которые мы выиграли в 13 городах, вы выиграли в двух местных выборах. Покажите, сколько километров квадратных дорог, тротуаров сделал Игорь Дадон. Игорь Дадон всегда был богатым человеком. Сейчас он очень богатый человек. Пусть покажет. Лидер нашей партии раскрыл планы Владимира Плохотнюка, заявив о договоренности между ним и Игорем Дадоном. Социалисты сливают в Кишиневе Иоанна Чебана в пользу Сильвии Раду, а демократы помогают кандидату по СРМ победить в Бельцах. Я официально заявляю с ответственностью на всю страну, что договоренности сегодня Плохотнюка с Дадоном заключается в следующем. Социалисты сливают в Кишиневе, Сильвия Раду становится примаром. А чтобы Дадон как президент что-то выиграл, Плохотнюк ему пообещал в Бельце. Демократы, я думаю, что выдвинут хотя бы мертвого маху, либо еще кого-то на должность мэра. Они этого не сделали. Может быть и сделают в последующие дни. Но, насколько я понял, договоренность их заключается в том, что они должны Саше Усатому помогать в первом туре. Неужели, Зинаида Петровна, почему вы не расскажете людям микрофон, что с офиса Плохотнюка дали команду Белсгаз и другим предприятиям начинать агитационную работу в поддержку Александра Усатого? Вы это расскажите, Бельчанам. Потому что сегодня мы идем на выборы в Бельцах. Я пошел на выборы для того, чтобы Бельцы оставался символом и был главным свободным городом в стране. Есть другие населенные пункты, города, где есть примары, которые не легли под Плохотнюка. Нас жестоко убивают, нас травят. Бельчанам перед Пасхой, так же цинично, как сделали перед Новым годом, они закрыли полигон. Просто зимой было минус 10, а сейчас на улице плюс 10, плюс 20, понимаете? То есть, это... Почему вы сегодня, как председатель партии социалистов, плюс Дадон ваш уже молится в церкви в Бельцах вместе с Сашей Усатой чаще, чем в Садово? Почему вы не вышли сегодня, не сказали Бельчанам, не поехали на этот полигон? Или Дадон приедет, перед этим созвонившись с Владиком, решит проблему? Окей. Но делайте какие-то конкретные вещи, а не ту порнографию, которую вы устраиваете. Ренат Усатый отметил в прямой трансляции из Москвы, что кандидат нашей партии на досрочных выборах 20 мая будет объявлен в следующую среду и призвал Бельчан не отдавать город правящему в стране симбиозу социалистов и демократов. Мы решили буквально сейчас, что в среду в 18 часов в Доме культуры в Бельцах будет весь актив нашей партии в Бельцах. Мы приглашаем туда и Бельчан, где мы четко скажем о том, кто наш кандидат. Мы четко обозначим основные принципы нашей борьбы. Мы скажем людям, а люди уже потом решат. Среди, приходите в 18-й, в Дворец Культуры, там будет объявлен наш кандидат. До встречи, мы летим домой.